Друзья, всем привет! Привет всем пользователям автомобильного портала DROM.RU И прямо сейчас вы увидите действительно уникальный сюжет Неделя ранее я сделал публикацию в инстаграм нашего канала, где предложил вам заснять сюжет о работе менеджера по продажам у официального дилера И что вы думаете? Многие люди откликнулись, потому что всем интересно, сколько же эти ребята зарабатывают с каждой продажи Сколько они получают, если автомобиль был продан в кредит, но там были страхования жизни и дополнительные услуги Какие планы перед ними ставят? Вообще, каково это работать менеджером по продажам? Интересно, неинтересно, выгодно, невыгодно коллектив И поэтому прямо сейчас мы отправляемся к двум менеджерам по продажам, действующим, которые работают более 10 лет У которых огромный опыт и которые на анонимной основе согласились рассказать и ответить на все наши вопросы Почему на анонимной основе спросишь ты? Но ребята, действующие сотрудники, если вдруг они же скажут что-то неудобное для дилера То, конечно же, их постараются наказать, а может быть даже уволить Поэтому парни присаживаются ко мне в автомобиль, вы их вообще не увидите На каждый вопрос они отвечают Я буду менять им голос Поэтому они остаются полностью анонимными, но при этом они делают доброе дело для нас Поэтому обязательно поставьте лайк этому видеоролику, потому что вы из него узнаете немножко больше И мы с вами перемещаемся в нашу импровизированную студию Парни, у меня все подготовлено Сейчас время 6 часов вечера Через час мы встречаемся с ребятами, уже будет темно, но если что, меня мы как минимум подсветим Их видно не будет, как я уже сказал Когда я буду задавать вопросы, я пости наш микрофон переведу на них Поэтому меня будет слышно чуть хуже Но самое главное в этом ролике слушать не меня, а слушать их ответы Поэтому вы его сможете прослушать и в машине, и дома, и где вам будет удобно Это действительно уникальный контент Никто такого на ютубе еще не делал, чтобы люди по-честному, не боясь, что их накажут Рассказали, что такое работать менеджером по продажам у официального дилера Вы узнаете об этом все прямо сейчас Итак, друзья, наше время наконец-то пришло Мистер Икс и Мистер Икс 2 уже сидят с нами Давайте-ка я вас сейчас с ними познакомлю Парни, ну в первую очередь огромное вам спасибо, что согласились дать интервью на анонимной основе Вот расскажите, пожалуйста, как пришла мысль пойти в продажу Я в автобизнесе с 9-го года Появилась мысль, что хочу зарабатывать много денег И куда пойти, если любишь автомобили Продавать автомобили, это очень логично и правильно Были жирные времена, можно было поднимать хорошее бабло И я пошел продавать автомобили в 9-м году Расскажи, пожалуйста, на момент трудоустройства и сегодня что-то изменилось Вот 10 лет назад ты устраивался, какие-то тренинги ты проходил, обучение И сегодня, есть разница? В целом то же самое И сейчас, и тогда нужно было проходить ряд тренингов похожих Которые делают из себя квалифицированного продавца автомобилей На сегодняшний день, вот из последнего Как вот обстоят дела с работодателем вообще в коллективе Сплоченный коллектив, не сплоченный Многих волнует вопрос, если люди пойдут сегодня так же работать в менеджер по продажам Что их ждет? Классная работа, все здорово или все-таки есть какие-то свои минусы внутри коллектива? Очень сильно зависит от компании, куда ты устроишься Бывает, ты приходишь, у тебя большая одна семья Все дружные и дружат помимо работы, общаются, дружат с семьями А бывает, где волки, которые каждый ждет, как тебя загрызть, подставить тебя А бывают напарники Очень сильно зависит от конкретного места Раз на раз не приходится Я работал в разных компаниях и могу об этом уверенно говорить Слушай, ну а подставить? Казалось бы, вы все одна большая команда А как и в чем-то могут подставить? Ну смотри, допустим, у вас работает 40 менеджеров Ты зачастую можешь не знать даже имена этих ребят И в твой выходной приходит клиент и его закрывает на себя Если бы это был напарник, он бы закрыл на тебя А ты в свое выходное помог бы ему Клиент приходит, покупает машину и бонус идет тому продавцу, который его закрыл То есть изначально все, что крутится, это все как везде вокруг денег То есть нет такого понятия, что он закрыл, мы просто там ему плюсик поставили То есть все, борьба все идет за деньги Конечно, каждый сам за себя Волка ноги кормит и каждый работает на себя Слушай, ну вот расскажи, пожалуйста Насколько мне известно, вы работали в разных направлениях, то есть разными брендами Мы не будем называть их, потому что мы не делаем абсолютно никому рекламы, там антирекламы Но вот вы работали в недорогих сегментах, вы работали в дорогих сегментах Очень частый вопрос, сколько менеджер зарабатывает с продажи Вот можешь дать развернутый ответ, если это за наличку купили автомобиль Если автомобиль купили, в кредиты там была куча доп. оборудования, доп. услуг, страхования жизни Как здесь происходит свой расчет? Очень важно соблюдать ряд критериев при продаже автомобиля Это сама машина, кузов, доп. оборудование, это колеса, пленки, сетки в бампер, страховка, кредит, сгап, трейд-ин Вот эти моменты влияют на продажу автомобиля С самого кузова сейчас на рынке такая ситуация, что мотивация не очень высокая Важно продать все в комплексе Тогда ты заработаешь с машины 25 тысяч рублей, 20 по мотивации Если ты что-то не выполнил, то зарплата рубится на коэффициенты понижающие, на 0.8, на 0.7 и так далее Поэтому выгодно продавать автомобили в комплексе Также есть ряд машин старых, застоявшихся на складе, которые нужно продавать в первую очередь Если ты продашь свежий кузов со всеми критериями выполненными Это будет не так много денег, как ты продашь машину, которая стоит 2 года у тебя в шоуруме Даже без доп. оборудования, без страховки За нее повышенный бонус Если автомобиль, допустим, стоит 2 миллиона рублей Ну это какой там японец, либо кореец Вот у него есть прайс 2 миллиона рублей Прихожу к тебе я, покупаю автомобиль за наличку Сколько тебе вот просто наличку я тебе дал и никаких доп. оборудований, ничего не покупал Сколько ты из этого можешь получить? Очень важно, ликвидна эта машина или нет Чем популярнее автомобиль, тем меньше за него бонус Приведу пример Есть коллеги, работающие в массовом корейском бренде Где за одну машину популярную в наших такси и каршеринге Зарплата 1000 рублей А если ты продашь у них топовый автомобиль этого бренда То ты получишь 15 тысяч рублей Поэтому нужно смотреть на конкретную модель От 1000, от 500 рублей до 15-20 тысяч, если это редкая машина И ее продажи штучные даже по России То есть все-таки это правда, когда некоторые менеджеры говорят Да блин, эта машина и так расходится, мне за нее прилетают копейки То есть это он не сочинит Да, это правда А если этот же автомобиль продается с трейд-ином, с кредитом Еще клиент купил доп. оборудование и так далее В общем, весь такой пакет, от которого, как правило, менеджер по продажам Всегда становится очень веселый, когда он понимает, что вот она идет Покупочка комплексная Сколько примерно может набежать? Если машина популярная и она оценивается в 1000 рублей без всего То кредит где-то 2500 рублей, добавка по мотивации в среднем Страховка еще тысячи полторы Ну и набежит, если с доп. оборудованием, 1000 до 10 за машину Как если бы он продал, допустим, одну неликвидную машину без всего На твоем примере, на твоем опыте Вот сколько ты получал максимум за продажу машины Какой-нибудь разостоявшейся И сколько она просто примерно стоила, чтобы можно было понимать, о чем идет речь? Ну, я продавал автомобиль за 6 миллионов рублей И получал за него 50 тысяч рублей мотивации Но эти машины продаются штучные И продажи их очень маленькие То есть это условно было вау круто Нежели чем раз в месяц я стабильно это делал? Конечно Особенность работы менеджером по продажам Ты не можешь прогнозировать свой доход Это ее главный минус Доход так, чтобы ты знал более-менее точно, сколько ты получишь Ты можешь продать 3 неликвида старых Которые долго стоят И получить хорошую сумму Можешь продать 10 ликвидных машин И получить маленькие деньги У нас еще есть второй мистер Икс Который просто контролирует, но подсказывает нам Что упустили Я хочу добавить, что многое зависит от дилера, в котором ты работаешь Потому что многие завязаны, например, на маржу И тебе выплачивают процент с маржи А некоторые платят за штуки То есть в некоторых салонах ты можешь На маржу не завязан, ты продаешь определенную машину Б-класса Ты получаешь 3 тысячи рублей Продаешь класса Д, получаешь 10 тысяч рублей А в некоторых дилерах все зависит от маржи Ты можешь продать бизнес-класс И получишь процесс маржи, который ты продал Вот вопрос такой Смотрите, когда вы устраиваетесь на работу То у вас же по-любому какой-то там должен быть минимальный хотя бы оклад Оклады, примерно, вот я работал там в 5 дилерах От 10 тысяч рублей до 20 Но в основном эти оклады, они, можно сказать, фиктивные Если ты выполняешь план, ты оклад не получаешь Ты получаешь только то, что ты набродал, именно премию Если ты план не сделал, то тебе выплачивают оклад За последние, например, полгода Минимальная ваша зарплата, которую вам удалось там заработать И максимально, что вот вы получили Что просто понятно было, вот эту вилку Ну, для понимания с зарплатой При неуполнении плана заболел Или поехал в отпуск Зачастую план не уменьшают Как бы это странно не было Ты должен продать столько же, сколько те, кто работает каждый день И это мало реально Ты можешь получить 20 тысяч рублей Или что-то близкое, как ладу, там 15 тысяч рублей При выполнении плана я получал 200 тысяч рублей Со всеми допами, со всеми критериями Но там были и неликвидные машины дорогие И много допов Это просто зачастую стечение обстоятельств Помимо профессионализма менеджера Это еще и стечение обстоятельств удачное Удачно зашел клиент, удачно взял трубку Удачно пообщался Пришли машины, заказанные тобой ранее Поэтому вилка цен от 20 до 200 тысяч А при этом сколько нужно работать там? 16 дней в месяц, 20 дней В условиях сегодняшнего рынка Большинство коллег работает чуть ли не каждый день Во-первых, большой минус автобизнеса Его график Почти везде он 2-2, 4-2 Все выходные плавают Ты выходишь на работу либо с 12 до 9 40 до 9 Либо с 9 до 6 Поэтому у тебя такой сбитый ритм Но если ты хочешь зарабатывать Ты должен на работе присутствовать как можно больше Не везде хорошая атмосфера в коллективе И зачастую ребята режут друг у друга И чтобы твоих клиентов не закрыли на себя Если ты хочешь заработать Ты должен на работе присутствовать как можно чаще И по факту отдыхаешь может быть раз или два дня в неделю И то нестабильно И то не полные дни И то не полные дни Выходишь на полдня Выдать машину Сделать контракт График это большой минус Слушайте, ну вот одного из вас Насколько я понимаю Был опыт работы в регионах Вот сравните с Москвой В силу того, что Понятное дело, что здесь большой трафик Здесь дофига народу Но в тот же момент здесь бешеная конкуренция В некоторых городах-миллионниках 1-2 дилера Здесь же по одному направлению Только может быть 15-20 дилеров Но при этом здесь выгоднее все равно работать Или все-таки в регионах там в пересчет Может быть тоже неплохо Ну смотрите, здесь же аренду надо за квартиру заплатить Одно, второе, третье Жизнь более дорогая Как вот? Ну зачастую то на то и выходит Можно в регионе зарабатывать 40-50 тысяч рублей Живя в своем жилье, в своей квартире А можно в Москве зарабатывать 150 Тратить на дорогу, на поесть больше И на квартиру И плюс-минус на то и выходит Но в целом по Москве, конечно, выгоднее Если хотите зарабатывать, надо ехать в Москву Какие основные условия стоят перед вам? Вот сколько нужно в месяц продавать машин? То есть что там нужно навязывать, делать? То есть расскажите поподробнее вот об этом Ну как правило план в зависимости от бренда 10-12 машин На человека? Если мы говорим о массовом сегменте И 7-8 машин на человека в премиум сегменте Где-то так Ты должен продать машины И у тебя есть план по кредиту По страховке По трейдину По послепродажному качеству Каждому клиенту звонят Все это влияет в комплексе на ту зарплату Которую ты получишь Плюс тебе нужно еще продать Так называемый старый сток Как машины, как мы их называем Там памятники Моделмикс Это машины, которые там стоят на складе Уже больше полугода Они не ликвидные И они тебе ставятся в план И их обязательно нужно продать Если ты их не продаешь То получаешь, соответственно Какую-то корректировку в своей тренинге В минусовую сторону Причем важно Если ты выполнил все критерии Как правило Страховка, кредит, каска, машины Но не выполнил качество То режется вся зарплата Все умножается на 0,8 Если при этом ты не выполнил Еще один критерий То на 0,8 Еще раз на 0,8 Поэтому каждый критерий очень важен Поэтому менеджеры борются За кредит, за каска, за страховку За трейдин За все эти моменты Так выстроена система мотивации А не заложники ситуации в этом плане А вот расскажите, пожалуйста Сейчас очень актуальный вопрос Именно с кредитованием То, что помимо того, что вы берете Человек берет кредит В этот кредит вкидывают ГАП, страхование жизни Ну и ряд дополнительных услуг Вот вы как менеджеры по продажам Если я покупаю автомобиль С этими допами Вы что-то с этого получите? Или с этого получит Менеджер банка, скажем так Который сидит и все это оформляет? С этого получит салон С этого получится менеджер банка И... Какую-то львиную долю Получит менеджер со стоп-продажей Менеджер по продажам получит Только в том случае за кредит Если он продал страховку с ГАП Если он продал просто страховку То он вообще ничего не получит И вся зарплата у него умножится На 0.8 или на 0.5 Или на 0.7 Ну страховка Это мы говорим про страхование жизни Да, про страхование жизни Считается страховка только максимальная Максимально дорогая Это прописано в мотивации Если ты продал машину без нее Клиент отказался То тебе ее не зачтут И ты не выполнишь свой план И у тебя все порежется То есть вот как видите Это все происходит Вот простые парни Пришли трудиться, зарабатывать И вас подбивают на то Чтобы вы таким как мы Заходили, вы говорили Нужна страховочка Нужно взять То есть все равно вас заставляют Да, вот это вот все навязывать Скидывать, чтобы вы вот И сетку поставили в решетку За 20 тысяч рублей Которая стоит 1800 Вам везде с этого все равно будет плюс Конечно будет везде плюс Но зачастую бывают клиенты Которые сами просят страховку максимальную Сами просят ГАП Не так все просто, что все отказываются Зачастую они говорят Только с ГАП хочу сделать Есть и такие клиенты Поэтому сложно сказать, что это навязывание Но предложить обязательно нужно И объяснить в чем плюс Бывают ситуации, когда клиент без ГАП Вообще не рассматривает страховку И готов переплатить большие деньги А по поводу сетки в бампер Ну да, она стоит дешевле Поставить ее можно самому Или даже в этом же салоне Можно поставить ее Обратившись в отдел сервиса А не в отдел продаж Такой лайфхак есть И она будет дешевле стоить То есть бывает такое, что человек пришел и говорит Слушай, давай я сейчас тебе накину на карман А ты мне поможешь, собьешь скидку Да, такое бывает Но на самом деле это не так часто Потому что обычные клиенты Которые готовы предложить какие-то деньги Они обычно сами не предлагают Они пытаются не так нагло вывести А там покурить и на разговор Они короткими какие-то вопросами Наводящими, аккуратно тебя к этому подводят Либо ты сам должен понимать Потому что на самом деле риск большой Потому что мало ли это какой-то там Тайный покупатель Либо тебя там просто проверяют Либо и так далее Не всем скажешь да Это нужно тоже понимать А этот процесс, да Это постоянно Ну не постоянно Но частенько такой сталкивается Это можно сказать Еще одна очень хорошая прибыль для менеджера И клиент доволен, и менеджер Но теоретически в общем Если человек вот хочет купить И вот он такой Знаешь, ну я так называю Прайдоха Такой хит-релиз Все-таки есть смысл пытаться Выстраивать отношения с менеджером Такого плана Ну потому что в любом случае И менеджер по продажам будет в плюсе Он заработает свою копеечку И менеджер таким образом будет Более скажем так Замотивирован Сделать человеку хорошую скидку Если у менеджера по машине Есть запас какой-то Или подоб оборудовании Или почему-либо еще То он предложит это, да Просто покупателю важно намекнуть Что он ищет его интерес И менеджер сам скажет Есть ли варианты сэкономить или нет Если их нет И цена финальная И при всем желании Он не может ничего сделать То он скажет Извини Я не могу помочь Частый вопрос Когда выгоднее покупать машину В начале месяца В начале года В конце года В конце месяца Говорят так Что например По весне Выгоднее покупать паркетники Потому что Лето впереди В общем Чего только не существует Там каких мифов Расскажите пожалуйста Как это на самом деле Ведь в конце месяца Все равно же выгоднее Но вот эта история То что весной Выгодно покупать паркетники Это неправда На самом деле машину Покупать выгодно всегда Самое выгодное Это конец месяца И конец года Это всем понятно В конец месяца Всем надо закрывать планы В конец года Все сливают машины Это понятно А такого прям определенного дня Там месяца Или сезона нету Если ты нашел себе хорошего менеджера С ним как-то договорился Он тебе найдет И сделает хорошую машину Первое и второе число Я приехал к дилеру Он говорит Блин ребят прайс Но 29 числа Он может сказать Ладно фиксим Минус сколько-то Но купите обязательно До конца месяца Это же правда Такое же будет Если дилер не выполняет план Или менеджер не выполняет план То скорее всего так и будет Просто важно Обратиться к дилеру Взять контакт менеджера И сказать Когда цены снизятся И если они снизятся Обязательно мне звоните Если они будут становиться меньше Вот и все А по поводу того Когда покупать автомобиль Сейчас есть тенденция Что все дорожает Каждые 2-3 месяца Приходит письмо О том что ожидается Подорожание на 2-3% Еще на 2-3% И всегда выгоднее всего Обратиться именно сейчас В этот момент И если не купить автомобиль То попросить Давать обратную связь По снижению стоимости Потому что Бывают акции От представительств Бывают акции От производителя Бывают увеличенные скидки По трейдину Об этом менеджер Вам сообщить И вы сможете Купить машину выгоднее А правильно я понял Что менеджер вправе Принимать сам решение На какую машину Сделать скидку Не сделать скидку Или это все Дает руководитель отдела продаж Ценовая политика Выстраивается Руководителем отдела продаж Старшими менеджерами И менеджер По продажам автомобиля Говорит ту стоимость Которую ему озвучивают сверху То есть В любом случае Всегда он идет Согласовывать к нему Менеджер сам Может давать скидку Которую он знает Это маркетинговые программы Стандартные А то в салонах Представительства Все что выше Идется голосование Старшим менеджером Либо директору продаж То есть Я правильно понял Что из этого вопроса Выгоднее всего человеку Если он хочет купить машину И он не торопится Ну условно Месяц я выделил Обзвонить всех дилеров Обозначить Что ему нужно На каких условиях И сказать Ребята Надеюсь то Что к концу месяца У вас будут хреновые продажи И вы мне Перезвоните С хорошими новостями Для меня Бывал такой случай Когда вот так же Клиент обзвонил Всех дилеров Искал определенную машину Потом в один день Меня добавляет Группа в WhatsApp Он добавил туда Меня И еще четырех дилеров И написал Мне Ребят Мне нужна такая машина Кто ниже цену даст Туда я поеду Я сижу дома на диване Это вот Вполне реальная история Извини Ну Для вас Это короче Как бы знаешь Оскорбление такое Мягко говоря Скажем То есть В любом случае Вам это неприятно Когда вас в группы И стравливать начинают Чем закончится эта история Нафиг его послали Или что Да Но здесь Ты между двух огней зажат С одной стороны Тебе нужно делать план Зарабатывать деньги С другой стороны Ты понимаешь Клиента Потому что Все сейчас считают Каждую копейку И максимально выгодно Для этого все способы хороши И вот так называемый Потребительский экстремизм Когда люди всех обзвонили И хотят получить лучшую цену И не скрывают То что ищут везде И ходят по дилерам С предложением Он имеет место быть Такая продажа Несет мало удовольствия Но если ты продал ему То ты заработал свои деньги Ну и пошел дальше Особо не запариваешься Потому что Когда работаешь 10 лет в продажах Ты уже не расстраиваешься Особо не радуешься Это просто рутинная работа Ты к этому относишься Как к своему рабочему процессу 5 лет назад Когда доллар был по 32 рубля Казалось бы Что машины стоили В 2 раза дешевле Чем сейчас Но все равно И тогда я помню Люди жаловались Сейчас цены выросли Уже реально в 2 раза Доллар стал 65 Но я лично Вот катаюсь По саламам Захожу Смотрю То машин в наличии нет То очередь Вот внесите ясность Как первоисточники Какая ситуация На рынке сейчас происходит Кстати вот звонят Дилеры Предлагают машину Когда доллар вскочил В 2014 году Примерно полгода Был полнейший Год затише Потому что люди Не могли психологически понять Что машина Которая ранее стоила 500-600 тысяч Залетела до миллиона Потом все начали Свыкаться с этим И как бы Принимать эту ситуацию И покупать машину Плюс подогрели Всякие кредитные программы И в совокупе Это Ну у людей Нет выхода Хочется обновлять машину Хочется ездить На чем-то новом Слушайте Ну вот Вы же знаете Да Что если Например берешь кредит Допустим Мы приходим Нам рассчитывают Миллион в долг Там под ставку 16% И приходит человек И ему же говорят Смотрите Со страхованием жизни Мы вам сделаем 10,9 Ставка ниже Но если все посчитать То все равно Выгоднее взять кредит Под ставку 16% Вот вы можете Какую-то общую свою тенденцию Сказать Вот из 10 человек Сколько человек Клюнет на низкую ставку Не вникая в условия И сколько человек Все-таки будет считать Высчитывать Для себя Понимать На что он идет 8 человек Купят то Что предложит дилере То есть Реально такая Статистика Есть просто Мне уже называли Что именно 8 примерно 8 из 10 Купят то Что ему предложат 2 человека Будут считать Каждый рубль Будут писать Отказные От дополнительных Условий страховки И так далее И купят Несколько выгоднее И вот Возвращаясь к вопросу Сколько примерно Сейчас Что по продажам Растут они Падают На сегодняшний Последние полгода Стагнация какая-то идет Что спрашивает Все зависит от бренда Премиум продается Масс бренд Ну Типа корейцы Какие-нибудь Да Ну да Ну тоже корейцы Корейцам рознь Как бы самые низкие Там какие-нибудь Триу и так далее Да Они там в такси Куда-нибудь там Улетают легко А какие-нибудь там Которые сейчас вышли Там стингеры И так далее Но по ним Можно сказать Коба Поэтому ты сказал Нет машин Зачастую Представительство Не везет машин В том количестве Как было раньше Сильно урезан склад Зачем держать Тысячи автомобилей Которые Портятся Стоя на месте И везут именно Под количество Под реальный спрос Сейчас звонков Не так много Как раньше Конечно Есть некоторое Затишье Но оно продолжается Уже достаточно давно Последние пару лет Потихонечку Ниже 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 Едва заметно Но с каждым месяцем Ниже Ниже При этом цены На машину Выше 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 Потихонечку Вот сейчас еще Стал очень популярный Вопрос с трейдином А вот вы можете Пояснить Как вообще это происходит Потому что я лично Набудил такую картину Приезжаем Говорим Давайте оценим Посмотрел ее Записал И дальше Все что он делает Он запрыгивает На те же самые сайты И смотрит Почем она там торгуется Ситуация достаточно прозрачная Скрывать здесь нечего Все очень просто Вы сами можете оценить Диапазон цены Который вам предложат Стоит машина ваша Миллион Подобная машина Начало рынка Именно первая машина По рынку То вам оценят ее В 850 тысяч рублей Но как правило Есть скидка по трейдин Которая плюс-минус Компенсирует это И в целом Можно сдать машину Если машина Совет Если машина Ликвидная Если машина Хорошо продаваемая И вы не торопитесь Продавайте сами Продадите чуть дороже Если у вас машина Три машины На всю Россию Такие И ее оценивают Даже минус 10 Или 15% Сдавайте ее в трейдин Скидка по трейдин Компенсирует Ваше время Ваши нервы И вы будете довольны При покупке Но это реально Рабочий инструмент Есть очень Прям такой Пикантный Я бы назвал Вопрос О котором Все хотят Знать И когда читаешь Комментарии Частенько люди пишут А вот у меня Знакомый работает Он все знает Приходит машина Какая на ней Реальная маржа Вот как понять Сколько реально Можно с нее Сторговать Ну в среднем Если брать Температуру по больнице Так сказать То 10-12% Маржа Это маржа При этом Сколько реально Можно двигаться Может быть такое Что действительно Дилер отдаст машину За минус маржи Что-то он ее скидывает Прямо в ноль Такое бывает В минус Очень редко И маловероятно В ноль может отдать Если долго торговаться Когда у дилера Горят планы Перед представительством Перед импортером марки Горят планы То есть продав эту машину Он получит бонус За количество Проданных автомобилей Который перекроет То что он на ней Не заработал Вот и все А сколько реально Примерно зарплата Руководителя отдела продаж Директора автосалона Сколько они могут получать Руководителя отдела продаж Примерная вилка Где-то 120-170 В зависимости от дилера Директора Где-то 200-400 И надо понимать Что ответственность У них тоже сильно выше И Случить что На предприятии Они в первую очередь Несут ответственность Поэтому Не надо думать Что будешь сидеть Получать свои хорошие деньги Сложа руки Очень много отчетов Очень Серьезная работа Суетная Не каждый выдержит это Есть свои подводные камни Но это уже другая специфика Вот почему бывает так Менеджер устроиться Потому что у руководства Надо посмотреть Можно из него что-то вырастить Грамотного продавца Или нет Первые полгода Он практически ничего не знает Все угадывает Ему подсказывают старшие коллеги И конечно он не ответит На ваш вопрос Здесь еще зависит от менеджера Есть ребята Которые просто Любят машины Сами читают информацию Смотрят в ютуб Сравнивают с конкурентами Слушают аудио Видео читают Интересуются И это очень сильно помогает Просто есть любовь к машинам И это сильно упрощает жизнь в продажах Ты без буклетов сможешь Рассказать человеку так Что он загорится Он поймет что ты действительно профессионал Вот и все Нужно любить машины И это даст большой плюс К тому что Ты будешь хорошо продавать Вот как по любой деятельности Друзья видите Самое главное Идти и трудиться туда К чему душа лежит Любишь тачки Будешь хорошо продавать Если идешь Потому что Я работаю в трудовом бренде Я буду много зарабатывать Но вот здесь Скорее всего Над тобой мы будем смеяться Мы потихонечку С вами подходим к концу Но вот расскажите Что на сегодняшний день Там 2018-2019 Самое частое Там С точки зрения Может быть развода Какого-то Приходит человек Где его могут обмануть Говорят бывает Что и Даже машину Которую сдали в трейдин Дилеры и там Пробег скручивают Вас точно обманут У неофициального дилера На дворе 2019 год И Откуда-то берутся Люди наивные Которые верят Что машина может стоить Два раза дешевле Чем официальная цена У официального дилера По объявлениям По различным фирмам Однодневкам И так далее Сразу скажу Это нереально Люди уезжали на машине В три раза дешевле Переплачивали Огромные проценты Туда не езжайте У дилера Обмана нет У официального дилера В плане Скручивания пробега Или постановки Старых запчастей Я долгую работу У нас ни разу не было Не скручивают То есть если у машины Пробег 200 Она просто продается дешевле Вот и все Как правило Машина со скрученным пробегом Уже приходит в тройду В завершение от себя Что-то хотите Людям пожелайте Кто идет покупать машины Какое-то напутствующее слово Ну идите с позитивом Выстраивайте доверительные Отношения с вашим менеджером Если машина стоит Допустим Миллион рублей То Бутылка хорошего виски За полторы тысячи Две тысячи рублей Погода не сделает Но она сделает так Что в дальнейшем Вам будут неформальные отношения И реально выгодные предложения По цене Или По условиям Вам будут просто присылать Или говорить И вы будете с менеджером Хорошо общаться Не Думайте Что подарок Сильно вас объединит А он вам больше Принесет выгоды Ну и Сделать отношения К вам неформальным Вот и все Проверяйте машину Перед выдачей Сравнивайте предложения Старайтесь Быть людьми Потому что менеджер Это тоже в первую очередь Человек И все будет хорошо Друзья Ну вот вы и досмотрели до конца Вот таким получилось Это интервью Я надеюсь Вам было интересно По крайней мере Мы пообщались Очень душевно То есть Сами видите Ничего мы не режем Не вырезаем То есть Даем вам Самую основную информацию Это самый частый вопрос Если вдруг Вы не услышали Ответ на ваш вопрос Пишите его Конечно же В комментарии Возможно По этим комментариям Мы снимем вторую часть На сегодняшний день Мне кажется Что вы получили Очень хороший материал И теперь вы знаете О продажах Немножко больше Подписывайтесь на наш канал Подписывайтесь на инстаграм Нашего канала Ставьте лайки Ставьте дизлайки Комментарии открыты Высказывайте ваше мнение Мы идем дальше До новых встреч Всем пока-пока